Эта женщина словно сошла со страниц какой-то поэмы. Окружающим она напоминала героиню стихов Блока. Сам Сергей Бондарчук утвердил ее на роль княжны Марьи Балконской в своей картине «Война и мир», когда она была еще на четвертом курсе театрального училища. Получив роль, а просто так ее никто бы не дал, княжну Марью в «Войне и мире» там такой был отбор. Сыграть все хотят. Естественно, это Лев Толстой, это Бондарчук. Но вот она получила эту роль. Сделала она ее блестящей. Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение. Пожалуйста, Андре, для меня. Внешне жизнь актрисы складывалась вполне благополучно. Она успешно играла в театре и снималась в кино. Ее брак с известным актером Александром Хачинским считался одним из самых счастливых в артистической среде. Но все ли в ее жизни складывалось так благополучно? В свои последние годы эта женщина узнала немало страданий. Умерла она в феврале 2003 года от рака. Звали актрису Антонина Шуранова. Родилась Антонина Шуранова в Севастополе в 1936 году. У Тони было трудное детство, отец не вернулся с войны. Она осталась с матерью и сестрами. На ее плечи легло много забот, поэтому Тоня с детства привыкла к самостоятельности. После войны Антонина с семьей переехала в Ленинград. Затем Антонина поступила в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Здесь она занималась в группе Зиновия Карагоцкого, одного из крупнейших ленинградских режиссеров. Антонина нередко задумывалась о том, чтобы переехать в Москву. В столице больше театров. И кто знает, может там ей, начинающая актрисе, предложит интересные роли. Когда приезжал сюда театр Карагоцкого, юного зрителя, они привозили лейтенанта Шмидта. И все спектакли, вот как ни странно, хотя взяли в Москву Тара Туркина, мне понравилась больше всех Тоня. Очень понравилась. Мы даже ходили, поздравляли их с этим спектаклем. Я была уверена, что Москва ее возьмет. Но так вот у нас в Москве складывается по-разному. Она осталась там. О том, что она не смогла работать в Москве, Антонина никогда не сожалела. Своим родным городом она всегда считала Ленинград. Там она чувствовала себя спокойнее и увереннее, чем в суетливой густонаселенной Москве. У каждого человека есть место, где ему легче. Я понимала, что Тоне легче было и в квартире, и в театре своем. Вероятно, у нее были... Вот мы ходили по Питеру, она мне показывала. Мы ходили как раз вот к Дому Блока, к Достоевскому. Есть места в городе, в городе я имею в виду, где ты чувствуешь себя значительно лучше, чем вот в другом городе. Так было и в последние годы, когда она узнала, что неизлечимо больна. Сниматься у Сергея Бондарчука мечтали многие актрисы. Шуранова же видела себя на сцене академического театра. Кинематографа она недолюбливала. И когда к ней в институт пришли люди с Мосфильма, она не проявила к ним никакого интереса. В те годы выбирали, отбирали актеров не так просто и быстро, как сейчас. Сейчас, собственно, и отбора нет. Я даже думаю, что больше это какие-то компанейские совершенные отношения, когда я беру тебя, а ты меня. В те времена все было сложнее. Эти люди искали молодых актеров для участия в киноленте «Война и мир». Тонио сразу заметили и предложили ей попробоваться на роль княжны Марьи Балконской. Конкурс был огромный, Шуранова ни на что не надеялась. Участвовала в пробах лишь из спортивного интереса. Но именно ей и повезло. Позже актриса вспоминала, как однажды в гримерку, где она готовилась к пробам, вошел сам Сергей Бондарчук. Но берут ведь не только за внешние данные. Пока идет кинопроба, то и режиссер, и все, кто участвует в этом, присматриваются. Потому что сочетание внешних и внутренних данных очень важно. Пробы прошли для Антонины очень успешно. И роль досталась ей. Что тогда творилось в душе девушки, вообразить несложно. Она, студентка четвертого курса, встретится на съемочной площадке почти со всей актерской элитой страны. Первый раз мы встретились на пробах «Война и мира». Нас обоих пробовали на княжну Марью. Но она была постарше на четвертом курсе. Я была только на втором курсе. И, естественно, выбрали ее. Она была и больше подходила. Я была помягче как-то и помоложе, и поглупее. У Тони было такое очень необыкновенное лицо, серьезное. И вот когда спрашивают, что человек испытывает, когда его утверждают на роль в таком большом фильме и в таком раннем как бы еще возрасте, я могу сказать, кроме радости не испытывает в это время еще пока ничего. Потому что ответственность за свою работу, она значительно позже приходит. Съемки в картине «Война и мир» стали для нее настоящим испытанием. Особенно трудно далась актрисе ее первая сцена на экране. Эпизод, в котором умирает старый князь Балконский, был для дебютантки очень сложен. Позже она будет вспоминать, что ей очень помог партнер по сцене. Обытный актер Анатолий Екторов. Спасиб тебе, дочь дружок, за все, за все. Прости. Спасибо. Прости. Спасибо. Позовите Андрюшу. Я от него получила письмо. Где же? В армии. Батюшка в Смоленске. Да. Погибла Россия. Как бы там ни было, она отлично отыграла все 12 дублей. После съемок к ней подошел сам Бондарчук и расцеловал ее. Эта роль сделала Антонину знаменитой. Но слава, как это бывает с немногими артистами, никак не повлияла на характер Шурановой. Она никогда не считала себя звездой. Да и вообще всегда немного стеснялась камеры. Я нефотогенично, говорила актриса и убеждена, что кино не моя стихия. Театральную сцену она не променяла бы ни на что. Именно там пройдет вся ее жизнь. Большая часть жизни Шурановой прошла в Ленинградском театре юного зрителя. Антонина пришла туда в 62-м году сразу после окончания вуза и проработала там четверть века. В тюз актрису пригласил один из ее педагогов Зиновий Карагоцкий. За долгие годы, которые Шуранова провела в этом театре, она стала настоящей звездой. Со временем ей предлагали работать в других театрах, но она каждый раз отказывалась. Шуранова осталась рядовой актрисой до конца своих дней. В тюзе вместе с Антониной играл артист Александр Хачинский. Он был не только ярким театральным актером, но и певцом и композитором. Хачинский стал знаменит после того, как сыграл в фильме «Бумбараш». Где я только не был, чего я не отведал? Березовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Их встреча произошла, когда Антонина только начала работать в тюзе. Пройдет более десятка лет, прежде чем они поймут, что им суждено быть вместе. Во всей труппе не было двух столь непохожих людей. Они были как огонь и вода. Он страстная, увлекающаяся натура. Он мог неожиданно уйти из дома, сесть в электричку и ехать до конечной станции. Или уходил куда-нибудь, как он говорил, на час, а возвращался только через несколько дней. Я до этого с ним не была знакома, хотя я его видела в спектакле. Это была уливительность у нас «История для друзей». Это все по песням Александра Галича. Они не пели, они так как... Кстати, довольно мрачноватый был спектакль, но он мне там понравился. Пожалуй, один из... Единственная из всех, кто там был в этом спектакле. И вот мы с ним встретились, мы познакомились, мы разговаривались. Ну, естественно, раз работаешь вместе, то естественно. Потом он мне как-то звонил в Москве, мы тоже разговаривали. Я вообще долго не знала, что он, может, в Тончике. На меня он тоже очень такое впечатление произвел, очень цельного человека, в отличие от Тони, очень метучегося. Тони, если и металась, потому что вот это я поняла, когда была... То есть работа ее была в Театре Акима, вот эти вот показы. Вообще для актера это очень мучительные вводы, показы. Всегда легче, когда ты выходишь на зрителя. Но она умела себя сдерживать. У Саши нет, он был весь такой открытый, эмоциональный. Он метался, он мне говорил, вот я хочу уехать, снова вернуться в Питер. Я знала, что он из Питера. Шуранова внешне была спокойна. Она умела прощать и всегда терпеливо ждала его возвращения. Тем не менее, она не раз говорила о том, что годы, проведенные с Хачинским, были самыми счастливыми в ее жизни. Шуранова переживет мужа лишь на несколько лет. В конце 80-х Антонина и Александр уходят из Тюза. В эти годы вокруг имени их любимого режиссера разразился скандал. Кто-то донес в органы, что Карагодский был человеком нетрадиционной ориентации. Его выгнали из театра и дали ему срок. Он вышел оттуда, по-моему, в Тюз он не вернулся, он где-то работал. Но это было, я его видела. Потом он был совершенно сломленный человек. Знаете, это очень тяжело. Это сейчас уже мы, например, стали как-то спокойно к этому относиться. А в те времена, что было? Вероятно, был какой-то донос, судя по всему, потому что все это знали. Ни для кого это не было секретом. Но для всех важно было, что он был большой мастер, замечательный педагог и замечательный режиссер. Потому что таких спектаклей, как у Карагодского, в его театре, я в этом больше не видела. Вслед за режиссером в знак протеста ушли преданные ему артисты, в том числе Шуранова и Хачинский. С этого момента для них начались годы скитаний. Затем в 1995 году их взяли в Государственный театр сатиры на Васильевском острове. Как многие актеры, Хачинский был подвержен депрессии. Когда в 90-е годы во всех театрах страны начался кризис, он начал много пить. От этого страдало сердце, и у него нередко случались приступы. В 1998 году один из таких приступов стал смертельным. Его похоронят на Серафимовском кладбище. Спустя несколько лет там же похоронят и Шуранову. Несмотря на то, что Шуранова была в основном театральной актрисой, она снялась в двух десятках киноролей. Среди наиболее известных работ Шурановой «Опасный поворот». Снимали в 1974 году фильм. В это время горело Подмосковье, торфяники. Дышать было нечем. Снимали в павильоне с низким потолком. Такой 13-й павильон у нас есть. Выстроена была декорация. В общем, в кадре у нас доходило до 50-55 градусов. В связи с этим все в париках, кроме мужчин. Потому что рассчитывать на то, что прическа продержится больше 15 минут, было невозможно. В общем, были трудности. Но самое главное, снимал фильм Владимир Басов, человек известный. И впервые тогда вот он решил снять картину и доказать всем, что можно работать, как на Западе, очень быстро. Мы все могли бы начать разговаривать в таком тонне, наскакивать друг на друга. Но, по-моему, это ни к чему. Да, я с вами согласна. Я хочу теперь, чтобы Гордон и Фредо поняли, конечно, это чистое безумие. Спорить и брониться из-за того, что когда-то сказал Мартин. Мартин был прирожденным интриганом. Он был золоковарен, как кошка. Вот почему я его всегда терпеть не могла. Вы его терпеть не могли? Да, извините меня, Роберт. Я его не выносила, я его ненавидела. Мне кажется, вы должны были бы это заметить. Я это знал. И вы совершенно правы, Олуэн. Я боюсь, что вы всегда правы. Нет, далеко не всегда. А я вам верю. Очень. В данном случае и я вам верю. Вы выйдете отсюда. Единственное, не запятнанное. Чистый, как вы вошли. Нет, это неправда. Именно из-за Олуэн. Из-за этой проклятой коробки с сигаретами началась вся эта история. Это чепуха. Я давно знал обо всем. Знали о чем? О том, что вы навещали Мартина Кэппин. Вы знали? Да. Одну из лучших ролей Шуранова сыграла в фильме Никита Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». За эту картину она получила престижную награду Международного кинофестиваля. В фильмах того времени вы никогда не увидите одинаковых по типажу персонажей. А сейчас это вот сплошь и рядом. У Шуранова отдельное лицо. Для меня это лицо вот с римских каких-то скульптурных групп. Яков! Что, цыгане? Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан. Куда? Опять от тебя подлеца моими духами пахнет. А про пукта подлеца это ваша Митика. Он их пьет и мне предлагает. Замолчи. Захар где? Внизу. Найди его и оба сейчас же сюда. И несите это вниз. Актриса могла хорошо сыграть любые роли, как трагические, так и комические. В этом она была похожа на свою любимую актрису, звезду итальянского кино Анну Маньяни. Шуранова особенно любила Маньяни в фильме «Татуированная роза». По стечению обстоятельств незадолго до ухода Антонина получит роль в спектакле с таким же названием. Но так никогда и не сыграет ее перед зрителями. В последние семь лет актриса работала в театре сатиры. В эти годы в театре был кризис и денег стало не хватать. Тогда Шуранова снимается в двух телевизионных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Эта работа не принесла ей удовлетворения. Кроме того, у нее обнаружили раковые заболевания. Бороться становится все труднее. В последний раз у нас был разговор по 2003 год. Она неважно себя чувствовала. Я как раз позвонила, я была в Питере. У меня так случилось, что мама умерла. У меня 28-го, ухоронили 31-го. Я стараюсь в эти дни никогда не быть в Москве. Вот мне тяжело в Москве. Я все делаю, я еду на кладбище, поэтому я стараюсь, чтобы меня здесь не было. Я приехала туда, и 31-го я ей позвонила. Она была одна на Новый год, встречала. Она сказала, я не хочу никого видеть, я неважно себя чувствую. Вот мы поговорили, она говорит, ну если ты успеешь, я боюсь, не успею. Я потом буду еще, вот где-то весной. Я поеду надолго, я обязательно к тебе приеду. В начале 2003-го года Шуранова начала репетировать роль в спектакле «Татуированная роза». Однако здоровье не позволило выступить с этой ролью на сцене. Шуранова пришла на первую репетицию и после этого слегла. В начале февраля актрисы не стало. Антонина Шуранова всегда мечтала исполнить такую роль, в которой смех и слезы были бы неразделимы. Она понимала, что и то, и другое – неотъемлемая часть жизни. Поэтому актриса никогда не жаловалась. В последние годы Шуранова часто повторяла слова – нужно нести свой крест и верить. Она стойко принимала удары судьбы и умела радоваться жизни. Актерская жизнь очень сложна и кратка. И такие люди, как Тони Шуранова и как актрисы, попадаются крайне редко. Ее сдержанность, ее содержательность, ее внутренняя наполненность, ее все человеческие достоинства, которые можно было бы. В моем представлении, наверное, она полностью воплощала. В книжной Маре вся внутренняя суть Тони была снята Бондарчуком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok